День Города Рязанские полицейские рассказали о последних рейдах. Опасный сезон в скверы и парке обработали от клещей. Врач – профессия особенная. В борьбе за здоровье пациентов каждый доктор пропагандирует прежде всего профилактику. Здоровый образ жизни и поддержание себя в хорошей физической форме – тоже форма профилактики множества болезней. Врачи областной клинической больницы, подавая пример своим пациентам, сдали нормы ГТО. Прыжки в длину, подтягивания, извисы на перекладине, наклоны вперед с прямыми ногами. Порядка 160 сотрудников Рязанской областной клинической больницы сдали нормативы ГТО. Кстати, участие в мероприятии абсолютно добровольное. По словам врачей и медсестер, мотивации сдать ГТО стало желание проверить свои силы и физические показатели. Спортом занимаюсь, так скажем, любительским, условно, это тренажерный зал регулярный, но нормативы ГТО сдаю впервые. Считаю, что эта акция очень такая полезная, она способствует развитию коммуникации среди медперсонала и не только. Ну и плюс еще хорошая погода и заодно узнать исходное состояние своего физического развития. Я думаю, что для каждого из нас здесь очень полезно. Причем среди участников спортивной акции как молодые медики, так и те, кто уже не один десяток лет в профессии. Сама программа физкультурной подготовки делится на разные ступени по возрастам. И для разных групп свои нормы в каждом из испытаний. В детстве, да, занималась и легкой атлетикой в школе, и бегали, и прыгали, так что, да, брали прыжки в высоту. Да нет, не готовились особо, так, вроде решили, захотелось, пошли. На данный момент спортом не занимаюсь, волейболом так чисто. И как бы не готовилась, нет. Просто пришла, сказали, хотите, как бы да, мы за все. В этом году физкультурно-спортивному комплексу 10 лет со дня возрождения. По всей стране это событие отмечают фестивалями и массовыми мероприятиями, где люди разных профессий своим примером показывают, что для нашей страны спорт – это норма жизни. ГТО я сдаю первый раз в своей жизни, очень хотелось давно сдать, но не получала в связи с занятостью, со своей работой. Спорт люблю, но не профессиональный, стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, по возможности. Посещаю регулярно бассейны, фитнесы, поэтому очень хотелось сегодня здесь побывать. А для всех желающих в эту пятницу и субботу в лесопарке пройдет фестиваль ГТО. Любой резанец может поучаствовать и сдать нормативы, чтобы проверить свою готовность к труду и обороне. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанцы могут принять участие в спортивном фестивале. 17 и 18 мая в лесопарке пройдет гонка ГТО. События приурочили к десятилетию со дня возрождения традиции проводить этот физкультурно-спортивный комплекс. Полоса препятствий включает в себя 8 испытаний. Среди них подтягивания из виса, метание снаряда в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине и другие. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно пройти регистрацию заранее. Участники, которые успешно сдадут нормативы и получат значки ГТО, смогут посетить концертную программу группы «Добро», которая и завершит фестиваль. Сразу несколько закладчиков попались с поличным. И хоть задержание произошло не сегодня, информации полицейские поделились на этой неделе. В средние века такие мешочки назывались аманьеры. Это был прообраз кошелька, в нем переносили деньги. В современном мире в таком аманьере рязанец решил носить вовсе не наличные, а МДМА и производные Н-метилэфедрона. Общая масса наркотиков, говорят полицейские, почти 49 граммов. Задержали 33-летнего рязанца на улице Электрозаводской. По информации оперативников, мужчина нанялся закладчиком в нелегальный интернет-магазин. Информация подтвердилась. На Касимовском шоссе полицейские также обнаружили 4 ранее сделанные им закладки. Суммарно из незаконного оборота полицейские изъяли 58 граммов синтетики. В отношении мужчины следователи ОМВД России по советскому району города Рязани возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы. И это не единственное наркопреступление в регионе, о котором рассказали полицейские. На участке федеральной трассы Москва-Астрахань в Ряжском районе оперативники в ходе профилактических мероприятий остановили легковой автомобиль под управлением 38-летнего неработающего мужчины. В ходе досмотра в салоне иномарки сотрудники обнаружили упаковку с порошкообразным веществом. Исследованием, проведенном ЭКЦ ОМВД России по Рязанской области, установлено, что содержимое – это производная N-метилофедрона массой 3016 граммов. По данным полицейских, мужчина являлся межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина и перевозил партию запрещенного вещества с территории одного из соседних регионов для бесконтактной передачи розничным закладчикам, действующим в Рязанской области. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный избыт наркотических средств в особо крупном размере». По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся расследования, устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и сообщники злоумышленника. Еще об одном задержании полицейские рассказали сегодня. Правоохранителям позвонил один из пассажиров автобуса «Москва-Рязань». Звонивший жаловался на неадекватного пассажира, дескать. Тот приставал к другим с разговорами, махал руками, а спиртным оттого и не пахло. В Рязань автобус встречали уже сотрудники полиции. При общении с патрульными полицейскими пассажир признался, что транспортирует запрещенное вещество. Для предметного разбирательства на место прибыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области. Как выяснилось, задержанным оказался 26-летний уроженец Сапожковского района. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за наркопреступления. А в настоящее время постоянно проживал в Москве и работал закладчиком в нелегальном интернет-магазине по сбыту наркотиков. По поручению куратора он направлялся в Рязань, планируя распространить партию соли. Но на пути не удержался от употребления зелья, выдал себя неадекватным поведением и был задержан бдительными полицейскими. В ходе досмотра полицейские изъяли у мужчины сверток с производным N-метилофедрона весом 27 граммов. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы. Суд избрал закладчику меру пресечения в виде заключения под стражу. В Рязани скверы и парки обработали от клещей. Сейчас они уже безопасны для посещения. Правда, вероятность встретить это паукообразное в зеленых зонах все-таки есть. Особенно, если речь идет о загородном отдыхе и прогулках в лесу. Подробнее расскажем в нашем следующем материале. Лесопарк, ЦПКО – прилегающая территория Черезовских прудов и другие зеленые зоны областного центра. Всего порядка 106 гектаров за сутки обработали от клещей. Дирекция благоустройства города делает это ежегодно в сезон активности этих паукообразных. В работах по обработке принимала специальная установка на базе автомобиля «Газель», которая распыляла реагенты. Также проводилась ручная обработка в тех территориях, где нет возможности проезда автомобиля. А препарат, который использовался при обработке, полностью безопасен. И через сутки уже все жители нашего города вместе с животными могут посещать парки. Клещи проснулись от спячки в нашем регионе уже в конце марта. Тогда же в медучреждение с укусом этого паукообразного и обратился первый пациент. Случаев становится больше с приходом тепла и пробуждением природы, особенно в майское время, когда популярность отдыха на природе набирает обороты. В отличие от городских парков и скверов, загородные зеленые зоны не так безопасны. Да и придворовые лужайки тоже нередко служат домом для клещей. Специалисты рекомендуют использовать репелленты и осматривать одежду после каждой прогулки. При этом стоит помнить, что кровососущая паукообразная передает заболевания, после которых могут быть осложнения. На территории Рязанской области клещи переносят болезнь, которая называется болезнь лайма, и вызывают эксодовый клещевой бролиоз. Последствия и осложнений, которые вызывает это заболевание, их достаточно много. И в целом они достаточно серьезные и могут сильно сказаться на здоровье человека. А в то же время это все очень легко предупредить. Своевременным курсом приема лекарственных препаратов определенных, которые назначают врач-специалист при подозрении на это заболевание, даже при просто случае инфицирования, в случае укуса клещом. При этом удалять насекомое с кожи самостоятельно врачи настоятельно не рекомендуют. В случае укуса лучше сразу идти в травмпункт. Опасны клещи для братьев наших меньших, рассказывают ветеринары. Внутри клеща обитает паразит, бобезия, пероплазма и так далее, разные названия. Как только попадает на животное, заражает его, в результате чего как минимум начинается разрушение эритроцитов, так как паразит обитает непосредственно внутри эритроцита. И в дальнейшем уже, если владельцы чуть-чуть упустили этот момент, частенько бывает такое, что они, ну вот она что-то не ест, понаблюдаем, что-то съела не то, и потом в дальнейшем заболевание достаточно активно развивается. И можем столкнуться с такими проблемами, как там какая-то почечная-печеночная недостаточность из-за того, что это крупные фильтры организма. Для того, чтобы обезопасить домашних животных от клещей на прогулке, существует сразу несколько способов. Ошейники, капли, спреи и таблетки. Самые эффективные из них последние, рассказывают специалисты. После того, как питомец проглотил таблетку, она растворяется, и действующие вещества начинают поступать в кровь животного. Так, при укусе клещ погибает и не успевает заразить питомца. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Посадка цветов на городских клумбах продолжается. Чтобы горожане радовались краскам весны, работу эту проводят оперативно. Далее расскажем, сколько цветов уже высажено и где их можно увидеть. Клумбы у Дворца бракосочетаний преобразятся. Сегодня сотрудники дирекции благоустройства высаживают здесь петуньи. Эти красные, фиолетовые и розовые цветы украсили Московское шоссе. Петунья ценится за ее неприхотливость, а также яркое и продолжительное цветение. Работу по посадке цветов продолжили после майских холодов. С понедельника, вторник мы начнем сажать Первомайский проспект. Работу планируем выполнить за 2-3 дня. Затем мы будем сажать клумбы на Второй Рязани. Запланировано Центральный парк культуры и отдыха. Также, наверное, через неделю, может быть, на следующей неделе, мы поставим вазоны на разделители новоселов на улице. Их не ставили несколько лет. Сейчас мы решили возобновить эту традицию. В начале недели уже посадили цветы на Лыбецком бульваре и улице Ленина. Также у библиотеки имени Горького высадили желтый и бордовый колиус. На Лыбецком бульваре петунью белого, фиолетового, красного и розового цветов. У театра кукол в клумбы высадили тагетис и колиус, а в вазоны – герань. А цветник в сквере Победы украсил тагетис. Планируется в этом году высадить 17 тысяч цветов. А в областном центре появится около миллиона растений, за которыми будут ухаживать. Мы будем ухаживать. Естественно, у нас плановый полив, плановый уход. Это и уборка цветших соцветий, и прополка, рыхление. Все в плановом порядке работают правоедино. Клумбы уже поливают, притом во всех районах города. В течение лета запланирована прополка и обработка по мере необходимости. Сегодня, 16 мая, в художественном музее имени Пожалостина открылась ежегодная выставка изобразительного искусства «Моя любимая Рязань. История и современность». Здесь можно увидеть работы учащихся детских художественных школ города. Для участия в выставке было заявлено 211 работ. Отбор прошли 83. Их можно увидеть в залах художественного музея. Это уже 19-я выставка, ежегодная выставка в музее, в художественном. Мы практически каждый год участвуем на протяжении где-то 10 лет. Где-то начиная с осени уже ученики готовятся и очень ждут эту выставку, потому что в стенах музея художественного они чувствуют такую гордость, когда их работа висит в этих стенах. Педагог взаимодействует с учениками постоянно, поэтому мы говорим об истории Рязани, обязательно о костюмах рязанских, ну и, конечно, о красивейших местах не только Рязани, но и Рязанской области. И все это мы, конечно, воплощаем на бумаге. Темы работ действительно очень разные. Здесь и сказочные мотивы, и история, и изучение народной одежды. Как и жанры – натюрморт, портрет, пейзаж. Чтобы создать рисунок, который примет участие в выставке, ребятам пришлось многое узнать о родном крае. Я эту картину взял из-за того, что вдохновился картиной богатырии. Как бы мы ее и в классе часто обсуждали, и, впрочем, везде. И поэтому я решил сам своих богатырей сделать. Но получилось не три, а один. А вы знаете о том, что один из богатырей, родина одного из богатырей – Рязанская земля. Знали об этом? Конечно, знал. Как раз вот это и есть Добрыня Никит. Это стена, когда Горыныч решил спалить все поля зерном. И вот решил Добрыня Никит защитить эти поля, сразившись с драконом. Кстати, поддержать Марка в такой ответственный и важный момент его жизни. Согласитесь, не каждый может похвастаться тем, что работы представлены в областном художественном музее. Пришли его бабушка и прабабушка с прадедушкой. Настоящая связь поколений. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин